Мариночка, покажись тоже, чтобы люди знали таких замечательных людей. Мариночка, покажись тоже. Мариночка, вставите, пожалуйста. Вот, наверное, читали в газетке, вот это вот, о церковочек, замечательно. Тебя на камеру не видно. Вот супруги Илюшины. Ну все, давай, я читалка. Так, ну меня зовут Сергей Илюшин, мне 34 года. Я приехала с города Балашка. Вот, в проекте «Маленький человек в большом городе» я нахожусь уже, для меня, конечно, не так давно, но уже ощутимо. Вот, обо мне рассказали, насколько я помню, да? Вот, и ко мне приехала Татьяна. Вот. С Сергеем Горнаевым и со Степаном. С Сергеем Горнаевым и со Степаном, да. Вот. Вот, и мы рассказали о своих проблемах, о своих нуждах. Об этом можно, как бы, узнать на сайте. Но вкратце я могу сказать и сейчас, да? Конечно. Вот, очень бы хотелось сказать сейчас, вот какие вещи. Вот, в принципе, я давно уже ищу помощи, потому что болезнь, который я болею, является очень редкой. И поэтому государство, скажем так, не вписывает, не вписало нас еще в список, который помогает инвалидам. Вот, и поэтому приходится искать помощь в разных местах. Вот. Одной из моих главных задач тогда было приобретение электроколяски. Вот. Я очень горела этим, хотел вот сам ездить. Вот. И Бог так дал после приезда русской березы. Ну, просто так сложилось, конечно. Мои долгие прошения в наше государство, наконец, дали какие-то результаты. И наша социальная защита, наконец, мне дало добро, и мне выписали коляску, на которой вы сейчас меня видите. Вот. Для меня это была большая радость. Вот. Вторая моя задача была, я хотела очень лечиться, вот, пройти некий курс. Вот. Ну, и далее поступил, как бы, по мере, так сказать, необходимости, скажем так. Хочется упомянуть о том, что, конечно же, очень большая необходимость есть у нас в автомобиле. Потому что, вот, была бы у нас такая возможность, мы бы сами сейчас сюда приехали. Вот. И возможность здесь везде ездить самому. Ну, просто, опять же, по закону и по моей болезни мне никакого транспорта не положено. Вот. Ну, и, в принципе, я пришла сюда не только как человек, который нуждается в помощи, но и, надеюсь, как человек, который сам сможет помочь вашему проекту, вашему фонду. Что, вот, буду, вот, для меня открытие этой трапезной еще и означает то, что у меня будет дом, в который я могу приезжать. Правда? Да. Вот. Вот. И главное, я нашел свою семью, я нашел место, где я нужен, где люди меня всегда примут, где я могу как выложить себя, так и принять помощь. Хочется также отметить, что после того, как меня выложили в интернет, двое людей, которые сюда пришли, они мне позвонили, я рассказала о фонде, вот, Андрей Широков, кажется, вот, и кто-то еще мне тоже звонил. Извините, я просто не помню фамилии, просто он наиболее так активно мне просил о помощи. Вот, и, как бы, люди прониклись в статью, которую мы написали, которую написала Татьяна, вот, и как-то у меня поверили. Я ей даже предложила, вот, давайте я буду, как бы, помогать, чтобы люди ко мне, как бы, ну, разгрузить немножечко ее труд. Вот, ну, я думаю, что это еще в проекте. Да, в проекте все со временем. Вот, конечно, со временем, да, оно ведь только начинается. Не только начинаем наши отношения. Вот, ну, в принципе, вот место, где вот ваш главный опыт, мне очень понравилось. Там я смотрела, даже есть парочка мест, где я могу сидеть. Вот, можно только еще пожелать сделать небольшой пандус, все-таки ступенек не так много, чтобы я мог прям сразу приезжать. Вот, ну, в принципе, хочется, напоследок, извините, хочется сказать, что в этом году меня уволили из одного места, где я работала долгое время. Вот, сейчас у меня свободная трудовая книжка. Просто, значит, люди мне помогали очень, потому что мы снимаем квартиру в нашем городе. Вот, мы сами не местные. Вот. Вот, и, конечно, был бы очень благодарен людям, которые бы смогли, вот, видев меня, хочется сказать также, что меня можно взять не только номинально, но также я неплохо занимаюсь созданием сайтов. Вот, вот, мои сайты могу сказать уже потом, наверное. Вот, и, в принципе, людям, которые нуждаются в некой поддержке, помощи, в добавлении информации, я буду рада, благодарна помочь, если это нужно. Ну, собственно, это моя краткая. Спасибо большое.